Встреча на Думской. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Погоня полиции за активистами самообороны Одессы. Как это было? О том, что произошло? Мы поговорим с активистами самообороны. Это Тодор Пановский и Виталий Кожухарь. Тодор, здравствуйте. Добрый день. И Виталий Кожухарь, командир самообороны Одессы. Замкомандира. Замкомандира самообороны Одессы. Так что произошло? Сотрудники полиции вас задержали. Сначала к вам обращаюсь, Тодор. Давайте какую-то хронологию будем соблюдать. Хронология. Стояли в пробке, набридло. Бачим, поруч смуга вільна полностью. Вирішили развернуться и поехать таким. Действительно, удалось порушить. Спокойно, машину пропускали, все спокойно развертались, выезжали. Проехали буквально 5 метров. Полиция дала сигнал там звуковый. Мы сразу остановились. Одразу. И на проспекте Шевченко вышли. Полиция подъехала, все, перешла. Нормально. Ну, вот здесь, спочатку. Давайте я прерву вас, предлагаю посмотреть этот кусочек из оперативной съемки полиции. Нашли документы? Давайте для состеления админматериалов. 8 минут вашего времени. Вы хотите, чтобы я переписал? Нет, вы хотите, чтобы я переписал? Это просто дольше будет. Вы хотите, чтобы я переписал просто? Я вас спрашиваю, это просто будет дольше. Вы представители государственной организации, так? Ну, как бы, организации, правоохранной. У меня прохание, будь ласка, я не понимаю российскую мову, будь ласка, украинскую мову. Конечно. Принципово. Я в Украине живу, вы являетесь. Я вас зрозумів. Вам объясните, что вы нарушили? Поясни, пока. Поясни. Что вы нарушили? Я же с вами разговариваю. Так, так. Вам объясните, что вы нарушили? Ну, я и так знаю, что мы порушили, потому что мы целый день в заторах стояем. И при кинции дня у нас просто не выдержит терпеть, довелось порушить, чтобы достигнуть на зустріч. Я вас зрозумію. Я вас потребую ваших документов. Документы. Правильно? Нет, выездят. Хорошо, давай. Мне переписали? Хорошо, тогда подержите, а я перепишу. Ну, вот правила дорожного движения были нарушены. Вы это признаете? Что было дальше? Значит, повністю все признаю. Водей спочатку намагався відстояти свою якусь правоту. Тобто, казав, що взагалі смуг не було видно, що він самий взагалі з району, ну, з області, не з Одеси. І він не знав, що тут є ці смуги, вони заляпані там брудом, все це. Ну, я сказав, що дійсно, бачив, не бачив, все-таки там розмітка є. От, хоч і не видно, це, каже, наші проблеми. Саша покажи їм, дійсно, надай всі необхідні ці документи. Він все надав, вони повністю переписали дані, і як посвідчення водія, і техпаспорт, все зафіксували. Куди вони переписували, чи в протокол, чи там ще, що вони там мають складати, чи на туалетний папір, це їхні проблеми. Я бачив, що в них була можливість це зафіксувати, вони фіксували це письмово, і повністю, достатньо боку, все було зафіксовано. Какая сума штрафа за подобне правонарушення? 255 гривень. Ви согласны з тим, що ви об'язані цю суму заплатити, так як нарушено? Так, дані у вас є, адреса у вас є, будь ласка, висилайте, все буде проплачено, немає ніяких питань. Так. Абсолютно. І ми запитали, можна їхати один чи двоє, навіть трьох з них, сказали так, ви можете не підписувати протокол, можете їхати. У вас були віддельні претензії по поводу того, що з вами не заговорили на українському язакі, на государственній місці? Так, вони здивувалися, що одразу підійшли. Я думаю, що взагалі в інтернаціональному місці повинні все-таки під тим, як звертатися, в яку мову вам зручніше тілкуватися, тому що у нас все-таки дійсно досить зрусифікована територія, досить багато і різних людей, але так само не можна ущемляти права і розуміти україномовного населення. Тому що права україномовного населення порушуються і в десячих садочках, моя дочка, в українському, так званому, не розмовляла українською мовою, і в школі зараз вона навчається, вона не розмовляє. Це тема для другого ефіру, так. Ні, ні, цікаво, що я заповнюю. І навіть на вулицях при ДТП чомусь я не маю можливості розуміти, спілкуватися рідною мовою. Причому це державна організація, куди сплачуються, розумієте, в бюджеті гроші, утримую їх і таке інше, чи в госдепіх утримую, чи хто там, я не знаю, але, принаймні, їх офіційно утримую. Так, і так, документи ви всі предоставили, потім ви сказали, що вас ожідають дуже уважаючі люди, вам дуже торопитесь. Якщо не секрет, що за люди все ж? Куди ви так торопились? Ініціювалася зустріч з керівництвом УВД області. Багато є важливих питань, які ми, як патриотична громадська організація, обговорюємо і намагаємося все-таки добиватися якоїсь співпраці від поліції, зокрема, від силових структур, від різних. Ми зустрічаємося з різними силовими відмістами. Після того ви сели в машину і уїхали? Так, багато разів вибачився, дуже багато разів пропонував їй номер телефону, щоб пройшов ісшити все. Сказав, куди їду на Єврейську УВД області, що ми там зараз можемо зустрітися, продовжити цю всю бесіду з водієм, тому що мені треба тримунути їгти на зустріч. Давайте посмотрим видео о погоні, як поліція ехала за активистами самооборони Одеси. Лиза! Лиза, дай громко говорити, пожалуйста. Громко говорити, дай, пожалуйста. Палладіум, пока я щас війде скажу, в районі Канатной. Повернув на Канатной, повторяю, я повернув на Канатную. А на какую строку? Єврейську, скажи, едемо? Канатную, в сторону, на Єврейську, едемо по Канатной. Що, ти проїхав у Троїцьку на трассі, спочагаю, я тебе. Остановили його на Троїцькой. По Канатной на Троїцькой. Руки за голову! Руки за голову! Руки за голову! Я повторяю. Руки за голову! Руки за голову! Руки за голову! Поверяю, руки за голову! Дефект Goldman, я повторяю, руки за голову! Тихо, не заходися, не закаючи. Руки за голову! Уважаемый, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Не трогайте, не спешите. Да без проблем, ну зачем вы не составили? Нет, никто не понимает. Вот здесь вот, пожалуйста, поставьте вот здесь. Будьте любезны, стойте здесь. Я еще раз говорю, постойте здесь, хорошо? Вы меня услышали? Все, вот здесь вот, вы здесь стоите. Не, машине вроде не стоят. Оказали сопротивление, вас задержали такая формулировка полиции. Вы это как себе видите? Вот только что на записи, вы видели, как нас переследовала полицейская машина, это как нас первый раз спинили. А чомусь, когда второй раз спинили, они чомусь не вышли. Почекали, пока те с пистолетами поподбегают, начнут вот руки заламывать это все. Вот, навещо цей спектакль? Навещо такие, какие-то дешевые трюки. Понимаете? Подтасовка фактов и ситуации. Каких фактов? Еще раз давайте подчеркнем. Ну, фактов. Дуже простых. Вони знали фактаж, что происходит. Да, но по факту вы оказали сопротивление в их понимании. По факту, как бы мы не зупинилися после порушения правил, это было бы, понимаете, оказали сопротивление. А когда мы порушили правила, адміністративное порушение, до речи, я хочу не криминальное, а адміністративное. Это великі две разницы. То мы зупинилися, надали, згідно законодавству, згідно своих обовязков перед законом, всю необходимую информацию для установления особи и транспортных засобов. И после этого визнали свою правину, узнали штраф, погодился, сели в автотранспорт за браком времени. И не используя свое право на присутность при складе протокола. На этом отдельное ударение было на то, что вы обязаны присутствовать при составлении админпротокола. Значит, мы не обязаны согласно законодавству. Згідно законодавству, мы маем право, людина має право бути при складании админпротокола. Но не обязаны. Ну там протокола админпротокола. Не обязаны. Это ваши юристы вас проконсультировали? Значит, не один, дуже багато. Забовязаны надати данные. Так, хорошо. Сейчас повторюю. Еще важный момент. За рулем вы не находились в этой машине. И админпротокол составляли не на вас, не на Тодера. Я вам скажу, я не пью, не курю и не ввожу автомобиль. Да, у вас вообще прав нету, да? Взагалі. Чтобы вы знали. Взагалі. И всем было смешно. Мене підкалують. Всі самоворонні хлопці, коллеги кажуть. Вы знаете, чому? Анекдот уже у нас ходить в штабе. Вы знаете, чому Тодер не зупинився? Бо він не знав, где педаль тормозов. То есть такие. Понятно. Скажите, пожалуйста. Вот потом началась следующая, уже третья часть. Подошли активисты самообороны. И началась некая потасовка. Давайте мы ее тоже посмотрим. Добрый день. Что у вас произошло? Не у вас шестолоса. Это наш комендант штаба. Это кто? Это самооборонный комендант штаба. Без проблем. Никто ничего не имеет против его принадлежности к таким важным политическим течениям, общественным организациям. Все очень замечательно. А шестолос? Когда он оказался в сопротивлении, его задержали сотрудники. Вот и все. Никаких претензий. При остановке транспортного средства, про что имеется абсолютно полная видеозапись. Если вас потом интересует, можете ознакомиться с видео. Никаких вопросов, никаких претензий, ребят. Ну, все прекрасно понимаю, только человек очень нагло. Просили с проспекта Шевченко совершить остановку. Этого не было сделано. Это все зафиксировано. Поэтому, я очень прошу прощения. Он реально спешил на нас за свечами. Я не спорю. Его никто и не тормозил. А, вас Александр, да, зовут? Да. Выбойте. Будь ласка. replied to the Ughad, э, э! ЧтоLe pan? Фотатило. Фотатило. Эй, шоти. Фотатило! Мама сказала, понятно. Так, 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 отошлись. Отойдите, отойдите. Что это вы хотите сгурить? Что такое? Что вы его троите? Я хочу и лесу. Пацана трогает. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Что случилось? Вы вызываете нарушителя? Я начальник. Молодой человек. Я поздно у начальника. Все нормально. Слышите. Вам говорят, отойди. Отойди назад. На момент вот этой потасовки, которую мы только что посмотрели, между самообороны Одессы и полицией уже присутствовал замкомандира самообороны Одессы Виталий Кашухарь. Вот вам и слово, собственно. Что вы там делали, во-первых? Как вы там оказались? И активисты самообороны тоже. Ребята, которые подошли от самообороны, они увидели, что Тодор уже в наручниках находится. Так как штаб был рядом, естественно, они быстро прибежали и сказали, что там задержали Тодора. Мы, естественно, вышли, чтобы узнать, в чем дело. Выяснить, почему Тодора задержали. Тем более, в общем, полиция знает Тодор. Мы вместе очень много затрудничаем с полицией. Акции проводим и, если что, вызываем полицию. У нас очень тесный, на самом деле, контакт. Милиция, полиция, там, неважно. Уже очень давно и тесно. И та ситуация, которая в городе сейчас более-менее... То есть нет никакого антагонизма между батальонами, между общественными формированиями и полицией? Нету никаких... Да, всегда это... Да, так вот, в общем, и мы, в первую очередь, если что-то происходит, людям и нас мы не можем прийти, мы, наоборот, говорим, вызовите сейчас полицию. Они так нормально, адекватные ребята будут... Нормально воспринимают и, в общем-то, действуют по закону. На что я и рассчитывал. Когда пришел, когда мы туда подошли, там, конечно, монтированное видео, вообще... Монтированное видео... Оперативную съемку полиции вы имеете в виду? Да, у нас есть своя съемка тоже, потому что сразу пришел наш человек. Мы всегда практически фиксируем. Я видела вашу съемку, она короткая и, в принципе, не отображается. Ну, там не одна, у нас несколько человек снимали. Там есть наш пресс-секретарь, Мария снимает, и там есть, видно. Когда мы подошли, спрашивали... Я подошел в первую очередь, спросил, я же не буду кидаться, слушайте, мы с первых дней там... Мы, Даня, мы знаем, как вести себя с милицией, с полицией. И таких столкновений, на самом деле, у нас не было так вот жестко. Даже когда мы задержали Беркут 18 февраля 2014 года, чтобы он не выезжал на Майдан, одесский Беркут, мы прекратили, перекрывали им дорогу, а это наказуемо, уголовно наказуемая статья. Это серьезно. И вы не сравните Беркут, да, с ППСниками, нынешней полицией, извините. Там серьезно подготовленный спецназ мог нас раскидать, и то у нас не было такого противостояния. Против нас не применяли ни спецсредства, ни силы, не ломали этого. В данном случае, что применяли, что происходило... Смотрите, я подошел и спросил сразу, что произошло, почему задержали, что случилось. Первый ответ, который был в отношении нас, отойдите в сторону, вы мешаете работе. Все. Не контакт. Но, с другой стороны, они, наверное, не обязаны перед каждым, условно говоря, для прохожим отчитываться все, что происходит. Я представился, перед прохожим, да. Я сказал, что я замкомандир самообороны. Он знал уже, что это член самообороны. Поэтому, в этом случае, если человек представитель власти, а он представитель власти, идет на то, чтобы уменьшить конфликт, а это его задача, чтобы не было конфликтов в обществе, то он должен минимизировать проблему. Если он специально идет на конфликт, специально идет на конфликт, специально показать, что он в этом случае... Что люди выполняли свою работу, вы считаете, что это была попытка конфликтовать? Я хочу сказать, что на тот момент этот член-представитель, один из них, который обострил всю ситуацию, который можно было легко на месте все решить. Поверьте, мы бы его не вытягивали, потому что именно ту секунду. Мы знали прекрасно, что ему ничего не будет, я уверен, что кто-то ничего не совершил. Мы бы поехали вместе с ними, за ними, поехали бы в отделение полиции, и там бы все выяснили. Но нам ничего не объяснили, отойдите в грубой форме, оттолкнули и пытались засунуть Тодора в машину. Конечно, с нашей стороны, вы поймите простую вещь, сейчас на самом деле у нас немирное государство, сейчас идет война. Наша организация с первых дней практически отставила независимость нашей страны. И вы знаете, по событиям 2 мая мы вместе с гражданами нашего города смогли это сделать. И мы понимаем, что на самом деле и милиция, и вполне возможно и нынешняя полиция может совершать противоправные действия. У них есть свой алгоритм действий, у нас есть свой алгоритм действий, который мы уже выточили, мы знаем, как действовать. В этом случае надо было, я понимаю, что полиция воспитывается несколько сейчас по-другому. Вот вы должны делать так, так и так. Тут надо, я считаю, что здесь упущение руководства полиции, кто проводит разъяснительную работу среди полицейских. То есть вам просто не понравилось конкретно поведение данной группы полицейских? Ну, они, во-первых, нарушили законы. Они нарушили законы. Там есть моменты, где мы где-то переступаем, я согласен. Это обоюдный танец, понимаете, мы вместе плясали. Но без разговоров, в общем-то, у нас не было задачи. Как вы вообще расцениваете вот эту ситуацию? Как бы вы ее так условно... Я считаю, что это, в общем-то, большое недоразумение. Вот так. Потому что я считаю, что... Почему? Объясняю. Потому что в любом случае полиция признана, чтобы здесь отстаивать интересы нашего государства. Это национальная полиция. Наша общественная организация создалась точно с такой же целью. И мы, в общем-то, вместе сотрудничали и будем дальше сотрудничать. Просто надо понимать, что и в их организации тоже не совсем полностью прошла чистка. Вы называете полицию организацией? Ну, это вообще... Это государственная организация. Да, это полиция, да. Полиция, национальная полиция. Организация. Ну, и государственная. А, слушайте, а как тогда в одном государстве будут сосуществовать полиция как организация? И, например, разные общественные организации, типа сама вороная. Как всегда. Как во всех. Это тоже важное вопрос. До речи, что до, вообще, покращения работы и координации, нужно синтезировать и государственные структуры, и общественные организации. Потребно створювать контактные группы для того, чтобы не было никаких порозумений. А я вважаю... Это Виталийкина позиция, что это не порозумение. Я вважаю, что это все-таки намагание расширить свои повноважения за рахунок, понимаете, изменения прав... Напоминаю, что полиция – это центральный орган исполнительной власти. Как они еще больше могут расширить свои повноважения? Я чудово понимаю. Куда еще дальше? Можут. Значит, им было недостаточно. Им все-таки хотелось, чтобы я стоял на морозе и смотрел, как он заповнюет. Ему не подобается, чтобы мне есть право не быть присутствием при этом. Он не имеет права назвать вообще такие слова. Потому что, если вы говорите, что он уже робот, представитель выполняющей влады, то он робот. Цербер, как угодно можно назвать? Я их называю полицаями после того, что сталося. Потому что вообще они не чуют людей. Давайте вспомним время, когда создавались всякие общественные организации по типу самообороны Одессы. Тогда, когда, по сути, правоохранительной реформы еще не было внедрено и не было понятно вообще, кто отвечает за порядок в городе. И тогда всем было, ну, многим, я думаю, было очевидно, что ваше существование, не только ваше, а подобных общественных организаций, оно оправдано. В данном случае, и к вам тоже, Виталий, вопрос, учитывая, что, в общем-то, механизм налажен. Реформа внедрена, во всяком случае, в Одессе, в Одесской области точно. Мы видим полицию, мы видим, что она работает. Мы видим полицейские машины. Насколько оправдано существование теперь подобных общественных организаций? Ну, то, что мы видим... Чтобы вы вот потом говорили, что вы конфликтуете или у вас нет разумения внутри. Давайте чуть-чуть шаг назад мы сделаем, я все-таки акцент, какие нарушения были с их стороны. Во-первых, хочу обратить внимание, что тут все-таки был пассажир, и на него надевать наручники совсем не было необходимости. Во-вторых, когда его... Он пассажир, который уехал в машине, который его задержали. Это не важно. Он не важно. Он мог доехать до угла и выйти с машины, машина поехала дальше, он пошел себе домой. На пассажира это никак не распространяется и не регламентируется нигде у нас в законе. Поверьте, мы проверили. Но президент, что задержали, ведь активиста самообороны Одессы в этом... Смотрите, дальше я хочу обратить внимание. Когда его привезли туда, и у полицейских спросили, есть какие-то претензии к нему, сказали, что претензий нет, и его отпустили. То есть это зачем задерживать человека, если у вас нет... Через три години. Мене не выпускали, 3 года не отримывали. Протокол на него не был составлен. Понимаете, это важно. Я бы подразу отпустил, но... Дальше, когда ко мне применили спецсредства, не было угрозы ни жизни, не было полицейскому. В этом случае в законе четко прописано, что должны применить и сказать, какие будут последствия, что если дальше будут действия такие продолжаться, если они уже выполняют, и мы строим все-таки четкую полицию, которая выполняет свои функции, то они тогда так и должны действовать. Не просто ходить как ковбой с наручниками, пистолетами, да, и иметь красивую форму. Они все-таки должны... Очень мало времени остается. Перебиваю вас. Вынуждена к вам снова обратиться. Вы давали вот комментарий о том, что этот случай, этот инцидент, который с вами произошел, он свидетельствует о том, что полиция в некотором смысле работает против патриотов. Ну, как-то дискредитировать их пытается. Или как вот эту мысль развить? Я вважаю, что тут это одна из сторон, ну, из спектров этой ситуации. А еще одна, я думаю, что тут они и попиаритись хотели. Я думаю, их командир увидел ситуацию. Ага, пару самообороненцев, затримал самообороненцев. Не важно за что. Пакуем, попиаримось. 15 машин заехалося. Возьмите, против восьмых самообороненцев. Важно еще. Полицию Одессы вы в сепаратизме не обвиняете. Вот появлялась такая информация, что... Я думаю, что в будь-якій иншій организации там присутні люди с антинациональными проявами, антидержавными. Я навіть не сомневаюсь в цьому, как и в будь-якій иншій организации. Мы иногда выявляем среди нас тоже людей, розумеете, но в данном случае это все-таки больше недоразумение, нежели какая-то целенаправленная работа против... Я больше сфиляюсь до того, что среди них есть засланные казачки, которые могут создать подобные информационные диверсии, для того, чтобы дискредитировать спокойствие в месте и спровокировать, понимаете, противостояние. Я больше сфиляюсь до цієї позиції. Весь орган я не могу обвинувачить всему, але те, что там таки бігають, и те, что там кто-то меня бил по нозе, тягав за ухо, чому меня были по нозе, я до сих пор не понимаю. Я начинал опору, я просто стоял и не давал руки взломать назад. Я поняла, вас слышала. Четыре вопроса, коротких вопросов, четыре коротких ответа, и мы заканчиваем. Признаете факт нарушения правил дорожного движения? Протокол отказались подписывать? Так. Нет, данные надав, усі необходимые. Да, но отказались. С места нарушения скрылись? Нет, не скрылся, я не скрывался. Вы уехали? Мы не скрывались с места порушения. Ну уехали, ладно. Мы поехали. Это две великые разницы. Сопротивление оказалось? Секундочку. Когда порушение произошло, разумеете, право дорожного движения, и людина не отрагивала, не зупинилась. Не хотите вы односложно отвечать, а нет? Нет, потому что вы сейчас подтасовываете фактаж. Это разные вещи. Людина, зупинился водой, зупинился, и дав возможность установить и его особу, и транспорта. У него нет такого пункта, как уехал с места события. Он скрылся. Уехал просто. Скрился с места. Это если он не зупинился после порушения, и вообще не дав возможность, понимаете, это он скрылся. Он раз, наделал за маску. Мы дали возможность. То есть перед законом все равны. Абсолютно. Про это я говорю. Кто будет отвечать за то, что... Меня показывают по телевизору как порушника, взагалі, как преступника, так бы мовити. И моей дитине у двори, ее дети питают, кажут, а твой папа нарушитель, а твой папа преступник. Кто за это будет нести ответственность? Вот, на чему хочу покласти трапку. Мы все должны быть, понимаете, равны перед законом. Ему захотелось сделать из меня преступника, он взял и имитировал за мной погоню. Что это такое? Потому что я в самообороне. В чем справа? Точка в том, кто будет нести ответственность за... Я готов заплатить 55 гривен. А кто мне ногу купит дубленку первую? А кто мне... А кто мне... Так. А кто мне отремонтует киски смещений, який мне уже столько было натягивать? А кто мне отремонтует ноги? Кто будет нести за эту ответственность? Вот, все рівни, все имеют наесть ответственность. Услышала вас. Спасибо, Тодор, что побывали у нас в студии. Спасибо, Виталий, и вам. Это были встречи на Думской. Увидимся. Дякую.